Всем привет, ребят! Распогодилось хорошо, стало ясно, и мы увидели вот этот автомобиль. Помните, эту тачку увозил на полигон? Мы испытывали там всякие вот эти моменты, когда там бензин налили, как ее назвать-то, блин? Дорожку, о! Подожгли, бегом его обгоняли спокойно. То есть горит медленно, грустно, печально, ничего не взрывается. Но тачка по итогу сгорела. Ну, она нам, в принципе, и нужна была, сгоревшая. Почему? Потому что уже давно многие из вас, глядя на то, что... Ну, про что остается после таких наших экспериментов с автомобилями, просили завести двигатель. Именно вот, например, машина двигателя после... Ой, на машине после пожара. Так вот, здесь получилось так, что... Да, сгорела вообще полностью. То есть здесь абсолютно ничего не осталось целого. Вроде как, визуально только остался блок двигателя. Ну, как целый? Относительно. Потому что трамблер сгорел, карбюратор расплавился, бензонасос расплавился. В общем, все элементы, которые были, так скажем, из легких сплавов. Ну, то есть цинк, алюминий, они поплавились. Но вот не поплавился, насколько я могу видеть, впускной коллектор. Тут патрубок. Помпа не поправил. Ну, лобовина вроде целая. Здесь, ну... В общем, все относительно. Скажу вам честно. Ну, даже смотрите. Честно, сейчас даже не скажу, чего это была рылюшка. Осталась плата прогоревшая. Стеклоткань одна. И что-то тут такое напоминающее. Какие-то то ли микросхемы, то ли что чертово знает. В общем, задача какова? Очень простая. Нужно попробовать... Нет, попробовать это не по-нашему. Нужно запустить вот этот мотор. Соответственно, что нужно будет сделать для этого? Ну, вы сейчас и увидите. Погнали, запустим его. Погнали, запустим его. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok А, ну вот, ребята, смотрите, что у нас получилось. Это пока такая временная остановка. То есть, мотор вытащили, раскидали и что у нас здесь, короче, выходит? Ну, давайте начнем сначала, наверное, что-то типа такого, как там с навесухи, да? Ну, карбюратор вы видели, то есть, это до свидания сразу трамблер. Ну, что мы тут с ним можем сделать? Абсолютно ничего, туда же. И вот теперь давайте перейдем к более таким интересным моментам. Генератор колом, все. Ой, втулки из него же сами выпадают, как хорошо. Что у нас здесь? Корпус помпы. Ну, здесь прокладка целая, сам он вроде бы шибко не поплавился. Да, ладно, это корпус, фиг с ним. Помпа. Помпа. Прям вообще колом. Понты. Так, едем дальше. Что у нас? Задний сальник. Он теоретически остался целый, но такой, скажу вам честно, уже далеко не мягкий. Он очень сильно поддувил, но он почему-то не сгорел. Ну, в принципе, почему? Почему? Потому что он, скорее всего, был закрытый просто коробкой, кулаколом. Так, едем дальше. Что у нас тут? А, вот прокладочка из-под, втулка из-под бензонасос. Ну, это все. До свидания. Даже, наверное, сейчас сломается. Ух ты. Шток зашевелился. Нифига себе, да ладно. Да, от удара шевелится, смотрите. Ну, короче, ей тоже кирдык. Она же что-то типа, по-моему, карболита. То есть, он перегрелся, полопался. И все, и до свидания. Так, смотрим. Сальник передний. Абсолютно в нормальном состоянии. Абсолютно. То есть, мягенький. Нисколько не сгорел. Потому что, видели, что с двигателя слилось масло. Масло все, все до конца оттуда не выгорело. Все мягенько, все хорошо. Черт его знает, менять его или не менять. Не, ну, по-хорошему, конечно, бы надо его заменить. Потому что, в любом случае, если заводить, может отсюда побежать масло. Так, едем дальше. Ну, шкивы. Все из-за железной. Маховик железный. Но. Здесь еще такой момент. Корзина сцепления, да? И диск сцепления. И диск сцепления по непонятным причинам. Он просто прилип к корзине так, чтобы пока отодрать его. То есть, ну, если брать руками, это пока невозможно. Но. Предлагаю сделать следующим образом. Взять молоточек и стукнуть. О, вот теперь вот он отскочил. И что тут у нас? Ну, а что тут у нас? Ну, здесь, да. Здесь было очень жарко. Но, судя по всему, он выжил. То есть, ферадо у нас не сгорело. Но пахнет маленько. Но это фигня. Подгоревшим. То есть, я думаю, что работать будет. А вот с самой корзиной может получиться все немного посложнее. В том плане, что... Да нет, я не думаю, что здесь металл отпустился. Либо что-то с ним еще произошло. Но видно, что корзина вот прилипла. Прям как пригорало под высокой температурой. Это ферадо осталось на металле. Можно попробовать даже не менять. Но лучше, конечно, заменить. Так, фильтр масляный. Ну да. Фильтр. Ну, он же тоненький был. Естественно, то, что было внутри. Ну, там бумага. Черт его знает, что с ней. А здесь вот резиночка, да, кольцо, которое у нас идет уплотнительное. Это... Оно стало... Не уплотнительной резиночкой, а какой-то... Уплотнительной... Я даже не знаю, как ее назвать. Ну, в общем, короче, очень сильно раздавило. Хотя мы и так, когда его прикручиваем рукой, в принципе, эту резиночку очень хорошо раздавливает. А тут еще плюс, наверное, высокая температура. Ее прям... Ее прям вообще прям раскатало. Она плоская. Я, как ты их знаешь, что ни разу такого не видел. Но это все, по-моему, это все по-любому из-за температуры. С навесным понятно, разобрались. Все ясно. По движку, что у нас здесь? Оказывается, внутри-то абсолютно ничего... Нет, не должно быть вообще абсолютно. Но ничего такого криминального вот так вот на первый взгляд не видно. То есть смотришь на сам двигатель, как бы... Ну, черный, да. Ну, горел. Ну, что теперь поделаешь? Ну, самое-то интересное, что, что, когда мы берем ключ и пробуем его провернуть, смотри, что получается. Получается вот что. То, что двигатель у нас вращается без особых усилий. То есть он крутится, и это прям не может не радовать. Нет, усилия, конечно, прилагать надо, чтобы его прокрутить. Но, в любом случае, он крутится. Это хорошо, это замечательно. Так, что тут сходу еще? Понятно, что давим, чтобы его запустить здесь. Неизвестно, в каком состоянии сейчас у нас находятся маслосъемные колпачки. Вот тоже, блин, очень интересно. Сейчас будем дальше разбирать, смотреть, выжили ли они или не выжили. Ну, вот у нас поросенок, который у нас вращает масляный насос, грибок, вернее, масляный насос и трамблер. С ним что-то произошло. Похоже, он стоял пластмассовый, он расплавился. То есть не расплавился он, то ли, нет, а расплавился, да, потому что шибко он не горел. А может быть и горел. Нет, не должен был гореть, доступа кислорода здесь не было. Трамблер же у нас стоял. Воздух отнулся, но самого кислорода не было, гореть он там не мог. Потому что там очень много было дыму от масла. Значит, он просто расплавился. Ну, по сути, это пока все. В общем, непонятным образом, привеснятие поддуна, так почему-то оказалось, что полукольцо просто взяло вот так вот и выпало. И теперь у нас коленвал имеет осевой такой, вот смотрите, очень хороший такой прям люфт. С этой стороны будет лучше видно. Ну, потому что полукольца там нету, и колено болтается туда-сюда прям очень сильно. Ну, это вот как бы такое, из самого пока критичного до чего добрались. Вот. Было много масла в двигателе. И, судя по всему, вот это все спасло. То есть, что у нас здесь внизу нету такого локального перегрева. Ибо, потому что тепло у нас идет же как основное, ну, как знаете, снизу вверх. То есть, нижняя часть всегда прохладнее, верхняя часть всегда горячее, потому что тепло поднимается вверх. Именно вот когда все это дело горит. Может быть, из-за этого. Не знаю, пока сложно, затрудняюсь ответить. Ну, разбираем дальше. Смотрим, дефектуем. Ну, а потом уже будем собирать и заводить. Поехали. Ребят, ну, а теперь о приятном. Помните, что мы вместе с компанией Cardan Balance запустили акцию, в которой мы каждую неделю дарим один автомобиль стоимостью до 100 тысяч рублей. Cardan Balance – это профессиональные услуги по производству, балансировке и ремонту карданных валов. Опыт работы более 19 лет. И ремонт любой сложности от 3 часов. Безусловная гарантия к каждому. Не зная, в чем проблема, запишись на бесплатную диагностику. Ну, и, конечно же, при обращении в Cardan Balance, скажите, что я от Гараж 54 и получите 10% скидку. В общем, ребят, Cardan Balance, все ссылочки будут в описании под этим видео. Ну, а автомобиль этой недели – это вот такой вот замечательный, просто легендарный автомобиль ГАЗ-3102. Честно, в таком состоянии такой автомобиль найти уже сложно. Я очень даже сомневался, что это возможно. Но по факту это возможно. Чтобы стать обладателем этого автомобиля, необходимо сделать простые вещи. Подписаться на наш канал, подписаться на YouTube-канал Cardan Balance. Оставить под этим видео и также под всеми видео за эту неделю любой комментарий. И каждый понедельник в 15.00 по Москве в прямом эфире в нашем Instagram-аккаунте. Ну, мы ищем нового владельца для автомобиля недели. Ну, и, конечно же, ребята, не забываем, что все аккаунты должны быть открыты, чтобы мы могли легко проверить ваши подписки. И, знаете, где-то в строке о канале, пожалуйста, оставьте маленькую строчку, ссылочку на свой ВК, чтобы мы очень легко и просто могли с вами связаться. Ну, а как этот автомобиль был найден, как все это происходило, какие были там подводные камни, какие были надводные, вы можете посмотреть на нашем втором канале, который называется Pro Garage. В общем, ссылочки будут в описании. Так что переходите, смотрите, участвуйте. Удачи вам! Вот, ребята, смотрите, что получилось. Рассухарили один клапан. Здесь колпачки маслосъемные. Вот не поверите, они вообще в абсолютно нормальном состоянии. То есть они, хоть они испытали такой температурный удар, но по факту им с ними ничего не произошло. А вот, например, вот сам натяжитель, башмак натяжителя и успокоитель, они стали немного хрупкими. То есть их слегка даже сгибаешь, они начинают лопаться. То есть их надо в любом случае поменять. Ну и, конечно же, ну да, это что-то я как-то маленько, ну, скажем так, лопухнулся, да. Сам грибок, ну, действительно, он же не может быть пластиковым. А когда заглядывал просто через отверстие, показалось, что он расплавился. Но на самом деле здесь получилось, что на трамблере маслоотражающий колпачок, который стоит, ну вот, ай, он должен находиться вот в этом месте. Такой конусный колпачок, который отражает масло, которое разбрызгивается по мотору. Ну, то есть отражает его вниз, не дает ему большому количеству попадать именно на место прилегания, чтобы оно там не шло. Это он расплавился, в общем, короче, и накапал вот сюда, оп, отлетел на грибок. То есть вот это, вот это был, по сути, маслоотражающий колпак. Ну, теперь его нету, ну и фиг с ним. Сам грибок, блин, да, нормальные шлицы на месте, все на месте. Я думаю, его можно засовывать обратно. ГБЦ снимать не будем, еще раз повторяю, потому что, ай, нафиг, смысла не вижу. Потому что нас жигулевские моторы, они постоянно удивляют. То есть ни цепь, ни распред. Двигатель крутится, крутится, все. Единственное, что взяли, полукольца, потому что, чтобы не было осевого биения. И все! Все остается, в принципе, родное. Ну, только что поменяем сальники еще коренные, и все. И по факту, ну и, конечно, все вот это сгоревшее, поставим новое. И будем его заводить. Я думаю, что и в этот раз нас жигулевский двигатель очень сильно удивит. Прям очень. Поэтому давайте уже соберем и запустим его. Поехали! 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну так то более-менее ровненько Мало оборудован Мало Там шесть, там шесть с половиной Пенная раскасовка Да А ну вот значит надо сделать Но все-таки раз температура была высокая Есть у нас такая вот раскасовочка Хорошая пенная Замечательная Сейчас мы ей шарахнем О, гай прям лезет, смотри как сразу. Ну все, пускай он маленько покиснет, ну крутанем, чтобы все это дело оттуда выскочило, и будем, нет, я думаю, надо будет сразу начать заводить, потому что сейчас в любом случае масло маленько уйдет, надо будет его крутануть, чтобы масло опять поднял, и тогда уже будет все хорошо, ну давайте подождем. Мотанет разок, ничего страшного, в следующий раз. Сапуна чуть-чуть подбывает. Сапуна дует, вообще нормально. Компрессия, давай померяем, ну блин, в любом случае разует одно то, что уже, если компрессия есть во всех цилиндрах, пускай она будет даже невысокая, то есть то, что ни один клапан не завис, а то можешь получить так, что его толкнется и все, и он зависнет и не закроется, но если даже есть даже по 6, по 7, по 8 килограмм давления, в смысле компрессия, значит клапаны у нас точно не зависли, иначе они работают, и это очень хорошо. Меряем еще раз компрессию. Это что у нас получается, четвертый не работал. 6, ну чуть-чуть поднялась, но 6 с половиной стало. Хорош, 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 хорош что-то. Да? Все, 8 уже. Хорош, хорош, хорош. Тоже 8. Поднялась. Все, 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 все. В общем, везде поднялась наполовинку. Так, но это уже радует, в любом случае жить он будет, это 107 процентов. А вот смотрите, хорошо она отсюда стрельнула, это же вакуумник у нас отсюда идет. Так-то, если что, у нас тут как бы тут воздуха-то много отсюда, берется лишнего. Где-то там в нем джим посерезно. Он заводится вообще, вот смотрите, без подсоса. Ну чуть-чуть можно. Все хорошо. Фух, глуши его. Эксперимент с двигателем у нас закончился, все хорошо. Хоть он и горел, он запустился. Работает, ну единственное, этот карп, конечно, надо подстроить, потому что взяли, как первый попался. Но самое главное, что моторчик живой. Они Жигули, они не перестают удивлять. Это реально техника, техника советская, то есть советская техника российская. Фиг ты ее, когда просто так положишь. Поэтому, ребят, у меня на этом все. Смотрите нас, подписывайтесь, обязательно что-нибудь предлагайте, комментируйте, ставьте вот такие лайки. Ну все, пока. Ну вот, ты решил просто подцепить? Ну давай попробуем просто подцепить. Вот так вот, да. Вообще замечательно. Блин, надо было, что сразу трубку-то не бросили вакуумную. Ну ладно, фиг с ним. Блин, трубочка. Из-за трубочки неустойчивая работа двигателя. Ну это так и бывает, в принципе. Ну теперь вообще все идеально, просто шикардос. И карп работает. И карп работает, да, газует все нормально. И стрелять перестало, и все прям вообще просто изумительно. Ну все что, восстанавливаем кузов. Ну в смысле не кузов, подвеску. Все остальное. Тормозюльки надо будет сделать обязательно. А то у нас как не поехал, блин, так нет тормозов. Ручник-то фиг с ним. А тормозюльки надо делать. Это дело такое. Ладно, там бак можем не ставить, там что-то там еще.